Фестиваль «Сочи-Мост» проходит с 1998 года и традиционно собирает много участников. Ими становятся не только сочинцы. В этом году со своими работами приехали юные любители литературы с 28 регионов страны. Все они прошли заочный этап конкурса, а участниками очного тура, а это 150 человек, стали ребята, чьи работы признаны лучшими. С каждым годом работы становятся интереснее и интереснее. И растет достойная смена будущих литераторов, учителей русского языка и замечательных поэтов, писателей, публицистов и прозаиков. Традиции русской классической литературы, они не теряются. И, как правило, на баттле, который проходит в рамках фестиваля, это очень хорошо и ярко видно. На фестивале участники не только рассказывают стихи и презентуют прочитанные произведения или фильмы. Иногда между ними разгораются споры, ведь каждый может прочувствовать то или иное произведение по-своему. Но всех объединяет любовь к литературе. Даже те, кто сейчас, может быть, не очень заинтересованы литературой, у них есть какой-то потенциал. Они могут полюбить это дело, но просто потому, что их не заинтересовывают. Они так относятся. А, да, Пушкин, как зовут, не помню. И все. Вот так вот, как-то ко всем. Какие-то там поэты есть. А хотелось бы, конечно, чтобы было по-другому. И так можно сделать, я считаю. Дети – это наше будущее. Если их правильно воспитать, то наша страна сможет очень многого добиться. Куда больше, чем потеряла при развале Союза. К тому же я хочу быть похожей на моих учителей. Фестиваль «Сочи-Мост» направлен на то, чтобы приобщить молодое поколение к литературе, театру и кино. Всего здесь семь номинаций. Одна из главных – «К вам пишу», где участники могут обратиться к поэту как к своему дедушке или наставнику и рассказать о своей жизни по строкам произведений классика, что для современной молодежи уже стало привычным, отмечают основатели фестиваля. Пушкин сегодня был бы либо хиппи, потому что он любил скитаться здесь и там, где вязь божественной природы, красотам, либо рэпером, потому что молодое поколение считает, что поэзия перекочевала сегодня в рэп. Пять лет назад в фестивале появилась номинация «ДНК» – «День новой книги». Участники презентуют произведения современных авторов. Есть и номинация «Буктрейлер», в которой ребята делятся своими мыслями по поводу прочитанного. Итоги фестиваля подведут 28 марта. Кстати, любить литературу не только приятно, но и полезно. Победители и лауреаты смогут представить свои дипломы в качестве портфолио при поступлении в ВУЗы. ФКТ.